МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В Кустанайе открыли фронт-офис поддержки ОСИ и ИПТ. В нем будут работать представители ассоциации ОСИ, готовые оказать помощь как начинающим, так уже и действующим председателем объединений собственников имущества. Подробнее расскажет Алия Дасмагомбетова. В Кустанайском суде вновь приступили к слушанию дела в отношении руководства теплокомпании. Потерпевшая сторона Акимат Кустанайской области, сумма иска почти 80 миллионов тенге. Тройное счастье. В Кустанайской областной больнице родилась стройня. Малыши появились на свет благодаря процедуре ЭКО. Подробнее расскажет Яна Гао. Сенат предложил продлить переход с КСК на ОСИ на год. Напомним, что через полмесяца по КСК в Казахстане должны быть ликвидированы. А жители домов взамен им создают простые товарищества и объединение собственников имущества. Сегодня этот вопрос обсуждался в Сенате парламента. Депутаты внесли изменения и дополнения в проект. В том числе предложили продлить сроки перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектами кондоминиума до 1 июля 2023 года. С этими поправками сенаторы вернули документ обратно в Можилис. Окончательного решения по переносу сроков создания ОСИ пока не принято, поэтому подготовка к реформе идет полным ходом. В Кустанай открылся фронт-офис поддержки ОСИ и ПТ. Там будут оказывать помощь как начинающим, так и действующим председателям объединений собственников имущества и простых товариществ. Туда входят консультации бухгалтерских и юридических услуг. И все это бесплатно. Алияда Смагомбетова продолжит тему. Инна Ерош получает консультацию в новом фронт-офисе поддержки ОСИ и ПТ. Женщина – председатель объединения собственников имущества. Она рассказывает, что зарегистрировали новую форму управления домом быстро, но уже после стали появляться проблемы. Одна из них – передача актов дефектов от ПКСК КОСИ. Чтобы решить ее, женщине посоветовали обратиться в суд. Поэтому, чтобы правильно составить иск, хочет проконсультироваться здесь еще с юристом. Мы создали ОСИ совсем буквально недавно, то есть 1 июня. Нас уже зарегистрировали и мы начали свою работу. Работу начали потихоньку, не торопясь, и с открытия счетов, и с переименованием документов по оформлению с перехода от ПКСК к ОСИ. Как и многие дома, столкнулись с проблемами, либо невыполненными при прошлом ПКСК. В основном проблемы касаются элеваторных узлов, электрощитовых. Фронт-офис поддержки ОСИ открыли только вчера, но тут уже активно началась работа. Офис расположился рядом с ситуационным центром Айкомек. Сюда могут обратиться к устанайцам, желающие перейти к ОСИ или ПТ. Все консультации здесь бесплатные. Чтобы сократить походы во все инстанции, помимо консультации, здесь же можно сразу и зарегистрировать объединение собственников имущества или простое товарищество. У нас будут здесь сидеть именно работники ЦОНа, юстиции, где все можно здесь зарегистрировать. Кроме того, после именно оформления ОСИ, здесь у нас будет работник бухгалтерии, по бухгалтерии будет помогать, как правильно налоги сдать, как вести бухгалтерию. Это в рамках ассоциации. И будет юрист. Юрист именно будет помогать по передаче дома от ПКСК ОСИ. Цель открытия офиса – это помощь как начинающим, так уже и действующим председателям. Всего в Кустанай на сегодня создано 104 ОСИ и 17 ПТ. Работать офис будет каждый день. Определенный график пока не составили. Диара Хмечина, Леадас Магомбетова, РТН. В Кустанай 32 дома, запитанные от котельной номер 2, которые находятся в районе КСК, на две недели останутся без горячей воды. В теплокомпании рассказали, что 17 июня начнется проведение плановых работ по реконструкции участка тепловой сети. В связи с этим горячее водоснабжение будет отключено до 1 июля в нескольких домах по Алтын-Царино, Лермонтово, Орджоникидзе, Урожайное. Полный список вы видите сейчас на экранах. Другим темам. Дело о коррупционных преступлениях, совершенных в Кустанайской теплоэнергетической компании, после долгого перерыва вновь начали рассматривать в суде. Почти месяц длилась одна из экспертиз. Специалист, ее проводивший, будет допрошен на последующих заседаниях. На этом же была озвучена сумма иска, о которой предъявила потерпевшая сторона Акимат Кустанайской области. И размер ущерба равен почти 80 миллионам тенге. Напомню, согласно обвинению, в 2019 году директор КТЭК Аскарбек Паганбетов под предлогом сокращения расходов открытировал проект по установке оборудования в котельных и передал работу ТО «ТЭМС» и ТО «Алатаустрой-2009». Предприятия по материалам дела были созданы им самим для участия в госзакупках, а их директорами были и его доверенные лица Зинатулин и Турлугулов, бывшие работники КТЭК. Гособвинение утверждает, что Баганбетов посвятил свой преступный умысел заместителя Плотникова и назначил его председателем комиссии по организации госзакупок. При этом они оба достоверно знали, что у «Алатаустрой-2009» нет в штате необходимых сотрудников, а у ТО «ТЭМС» отсутствует лицензия для произведения таких работ и материальные ресурсы. В итоге работы проводили сотрудники КТЭК. Сэкономленные таким образом деньги переводились на счета ИП «Лидия», принадлежащего жене Баганбетова, и ТО «Желэнерго», принадлежащего его матери. В обвинении сказано, что все четверо совершали хищение в особо крупном размере на общую сумму почти на 80 миллионов тенге. Баганбетов обвиняется в организации преступления Плотников, Турлугулов и Зинатулин в пособничестве ему. На первом после перерыва заседании подсудимым был предъявлен гражданский ИКСК. Прошу суд, взыскатель Баганбетова, Плотникова, Зинатулина, Турлугулова, солидарно причиненный государственному учреждению аппарата КИМа города Кустаная, имущественный вред в размере 79 миллионов 914 тысяч 765 тенге 4 тенге. Баганбетов, выяснили? Нет, конечно. Мы, вы что бы уже в суд обратились с заявлением, а больше нет. Не признали иск и другие подсудимые. Как пояснил один из их защитников, зачитав текст их общего объемного заявления, исковые требования они считают необоснованными, не имеющими под собой никаких оснований и документальных подтверждений. Почему такие замышленные исковые требования, такую сумму 79 миллионов 914 тысяч 765 тенге? Я, например, как представитель защиты своего доверенного лица, не удовлетворен ее ответом, что указанное исковое требование основано только на обвинение. Обвинение в объединительном акте, который на протяжении всего процесса мы ждем. Ожидается, что к следующему судебному заседанию как раз будет готов новый обвинительный акт. Алексей Краснов, Виталий Луговской, РТН. В совершении коррупционных преступлений подозревают директора Кустанайского филиала Кастемиртранс. Об этом сообщают сотрудники регионального департамента антикоррупционной службы. По их данным, директор Кустанайского филиала АО Кастемиртранс изобличен в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения содержания под стражей. Итоговое решение в его отношении с определением степени его вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Сообщается, что Кастемиртранс – это дочерняя компания «Казахстан-Темиржилы». Это крупнейший оператор грузового вагонного парка Казахстана. В вагонах компании в основном перевозят уголь, зерно, руды, минеральные удобрения, цемент и муку. Находившийся в межгосударственном розыске Кустанайц задержан в Челябинске. На родине он подозревается в причастности к сбыту наркотиков. Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности рассказали подробности того, как российские коллеги заставили прийти подозреваемого прямо в руки казахстанских полицейских. 26-летний житель Кустаная был задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности по подозрению сбытия наркотиков. Дело о торговле с запрещенными веществами сейчас находится в производстве. Молодой человек являлся одним из его фигурантов. Когда задержали этих людей, у него была изначально подписка о невыезде. Но он, проигнорировав требования уголовного преследования, покинул территорию Казахстана. Следы беглеца кустанайские разыскники обнаружили в Челябинске. Как выяснилось, очутившись в России, спустя пару недель он приступил к оформлению тамошнего гражданства. Сейчас это возможно сделать без сбора документов на территории Казахстана. Естественно, мы обратились к своим коллегам, показали все санкции суда, полностью личное дело на него. И при нас же сотрудник полиции города Челябинска набрал его и пояснил, что он должен прибыть в отдел полиции, в управление полицией, так как его документы по гражданству одобрены. Выяснилось, что разыскиваемый находится в Ростове. Челябинский полицейский поторопил его с возвращением, указав, что в случае опоздания документы на гражданство будут просрочены. В ожидании его прибытия кустанайские полицейские без труда растворили среди мигрантов, пребывающих в отделе УФМС. Когда он зашел в кабинет сотрудника полиции, миграции, и в этот момент его задержали, он абсолютно не ожидал этого. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН Продолжаем выпуск. Еще одна группа дневного пребывания для детей из социально уязвимых семей откроется в доме ребенка «Дельфин» уже 1 июля. Набирать в нее будут малышей от года до двух лет. Такое решение руководство дома ребенка приняло потому, что места в группе, которая открылась в марте, уже заняты полностью. Напомним, пребывание в социальном детском саду бесплатное, а главная цель, для которой он был открыт, это помочь семьям, где есть вероятность отказа от ребенка из-за сложной жизненной ситуации. 1 марта в доме ребенка «Дельфин» была открыта группа дневного пребывания, то есть обычный детский сад для детей из социально уязвимых слоев и семей, в которых есть риск отказа от ребенка. Все 15 мест в ней уже заняты. Учитывая, что у нас количество заявок увеличилось, мы планируем открыть с 1 июля еще одну группу. Теперь возраст мы хотим взять с года до двух лет, то есть первая группа у нас была от полутора до трех лет, теперь с года до полутора лет. Эта группа будет меньше, потому что по санитарным нормам, чем меньше ребенок, тем больше внимания и ухода ему требуется. Поэтому во второй группе дневного пребывания будет всего 10 детей. Есть свои нюансы, вы понимаете, что ребенок еще может даже не проситься на горшок, может не держать ложку. То есть мы этим все обучением занимаемся. На данном моменте наши воспитатели, те детей, которые к нам пришли, они уже их приучили к горшку. То есть родители замечают положительную тенденцию того, что ребенок находится в педагогическом образовательном коллективе. Сейчас в помещении, отведенном для группы, проводится текущий ремонт, так как довольно долго оно пустовало. Дополнительный штат персонала набирать не планируют. Работать будут воспитатели дельфина. Абсолютно бесплатно. Мы ничего у родителей не просим. Все необходимые пижамы, обувь, сменную обувь, все это у нас есть в наличии. Мы сами все выдаем индивидуально, все у ребенка подписывается. Все это, даже такие мелочи, как стирка, белья и так далее, мы тоже производим все сами. На сегодня уже есть заявки от четырех семей, но еще шесть детей в эту группу готовы принять. При необходимости, напомнил Куат Альмагомбетов, они могут сделать и круглосуточные группы. Но пока такого запроса от родителей не поступало. Диарах Мечин, Яна Гала, РТН. В Кустанайской области идет повторная ревакцинация. В конце мая главный санитарный врач подписал новое постановление, согласно которому второй ревакцинации против коронавирусной инфекции подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования. Это медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур и лица старше 50 лет. Какие препараты для прививок сейчас доступны в кустанайских поликлиниках? Расскажем в следующем сюжете. В Кустанай по-прежнему продолжается вакцинация, правда, не так активно, как в прошлом году. У прививочных кабинетов чаще всего свободно. В поликлинике номер три, по словам заведующей отделением, сейчас люди начали приходить на повторную ревакцинацию. Это педагоги, сотрудники силовых структур, лица старше 50 лет и медицинские работники. В целом в поликлинике ревакцинацию прошли только 30% от прикрепленного населения. Получившие первую и вторую дозу вакцины проходили после шести месяцев ревакцинацию. Но главный санитарный врач страны 23 мая подписал новое постановление, согласно которому теперь можно пройти повторную ревакцинацию. Повторной ревакцинацией подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавируса. Айкумыс Байболова отмечает, что ревакцинация помогает поддерживать уровень антител, необходимый для эффективной защиты от коронавирусной инфекции, а также сохранять коллективный иммунитет населения. Если вы вакцинировались от коронавируса более полугода назад, врачи рекомендуют пройти ревакцинацию, так как с течением времени количество антител, приобретенных благодаря вакцине, уменьшается. Темпы вакцинации снизились, конечно, но прививочный кабинет работает, как и прежде. Приблизительно в день приходят 10-20 человек. Сейчас пожилые люди приходят, молодежь, в основном тех, которые собираются за границу. У нас в наличии есть две вакцины Pfizer и Cazvac. Вообще, мы провакцинировали 75% подлежащего населения. Вакцинация ещё продолжается. Напомним, что вакцинацию и ревакцинацию можно пройти любой имеющейся вакциной, вне зависимости от места прикрепления. Алексей Краснов, Алияда Смагомбетова, РТН. Радость и счастье в тройном размере. В Кустанайской областной больнице на свет появилось сразу трое малышей. Долгожданные дети родились в семье Лукиных благодаря процедуре ЭКО. Две девочки и мальчик сейчас находятся в отделении патологии новорожденных под наблюдением врачей. Пока малыши набирают вес, их мама привыкает к тройной радости и учится справляться с тройными трудностями. Яна Гала расскажет подробнее. Долго, конечно, ждала своих внуков. И вот дождалась. Сразу такое три чуда у меня. Очень-очень рада, что такие три ангелочка появилась, что я стала наконец-то уже бабушкой впервые. Не скрывая радости, Татьяна Лукина рассказывает о случившейся в их семье радости. Ее сноха Алена родила тройню. Семейная пара на протяжении семи лет пыталась завести детей. Но удалось это только благодаря процедуре ЭКО, которую они сделали по квоте в рамках ОСМС абсолютно бесплатно. Кстати, в этом году на Кустанайскую область выделено 295 квот, что на 45 больше, чем в прошлом году. Как рассказала мама малышей, они готовились к тому, что ребенок будет не один. Но тройня стала неожиданностью. Я узнала, когда приехала уже с Астаны. Прошло где-то 10 дней. Есть такой анализ в ХГЧ. И, в общем, по этому анализу я посмотрела уже сама, что не может быть одного ребенка по таким показателям. По показателям, скорее всего, должно было быть двое. Но, сделав УЗИ уже, нас обрадовали, что у нас тройня. Сейчас с Аленой в палате рядом бабушка малышей. Женщины говорят, что даже вдвоем справиться с хлопотами достаточно сложно. Милана, Артем и Арина просыпаются одновременно. В один момент нуждаются и в кормлении. Но со сложностями справляются с улыбкой на лице. Слишком долгожданными были эти дети. Имена, говорит Алена, удалось придумать не сразу. Имена выбирали очень долго. Дежурные, как говорится, имена были только для мальчика и для одной девочки. Третья девочка у нас ждала своего имени долго. Но, посоветовавшись уже не только с мужем, но и с другими, как бы так, и выбрав уже свое, выбрали еще одно имя. Вот Ариночка у нас ждала свое имя долго. Сейчас малыши находятся в отделении патологии новорожденных. Тройняшки родились на сроке 35 недель. Поэтому вес им еще предстоит набрать. Ждем, пока наша Аришка наберет вес 2 килограмма. Как только будет все хорошо, будем ребенка вакцинировать и отправим домой. Дети сосут самостоятельно. Мама с бабушкой справляются. Да, слабенькие были первый день, два. Мы переживали с мамой, с бабушкой, все вместе, все родственники. Ну, мы справились с этой ситуацией. Вот мы все вместе. При благоприятном развитии событий малышей и маму выпишут уже в конце следующей недели. Будет сложно, но к трудностям они готовы. На помощь придет и вторая бабушка. Было бы здорово, говорит Алена, если бы в год ребенка на их семью обратили внимание и помогли улучшить жилищные условия. Ведь однокомнатная квартира, в которой они жили вдвоем с мужем, будет тесной для пятерых. Диара Хмечин, Яна Гала, РТН Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.